Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаю тему расследования подозрительной гибели Юрия Шатунова, Бехтерева, академика Бехтерева. Да, удивилась, что многие пишут, что не знали такого академика. Вот как мы, в общем-то, деградировали, как нас оторвали от знаний, от информации о нашем прошлом, что мы уже не знаем таких фамилий. Это был очень известный человек. Да и его внучка, академик Наталья Петровна Бехтерева, много выступала по телевидению. И те, кто интересуется темой психологии, парапсихологии, самовнушением, гипнозом, по большому счёту, должны знать эту фамилию Бехтеревых. Ну и так, я продолжаю. Если сухо по фактам, то отъезд в Москву Бехтерева якобы на консультацию 22 или 23 декабря 1927 года на консультацию со Сталином. Встреча с коллегами, затем театр «Не пойми какой, не пойми какая постановка». То есть Бехтерева у нас тоже убили, напоминаю, первой серии. Смотрите, кто не смотрел, обязательно смотрите до конца, потому что только тогда будет понятна вся мизансцена, что называется, вся суть. Далее у Бехтерева, вот его вызывают резко из Петербурга, он живёт в Петербурге, вызывают резко на консультацию якобы для Сталина. Хотя сейчас уже в книге про внучки Марии Бехтеревой она не нашла подтверждений того, чтобы его вызывали на консультацию к Сталину. Скорее всего, это миф, который придумали для того, чтобы опорочить и Бехтерева, и Сталина. Но его вызвали в Москву. По какой причине, уже неизвестно. Его вызвали срочно в Москву, и, по всей видимости, это организовали органы НКВД. На тот момент главным там был Ягода. Ещё одной важной фигурой во власти был тогда ещё Троцкий, Лейба Бранштейн Троцкий. Его выслали из СССР только в 1929 году, а Бехтерев погибает в 1927 году. Далее у Бехтерева отравление, ухудшение самочувствия, обширный инфаркт и быстрая кремация. А теперь Шатунов. Внезапная смерть, скоропостижная кремация по воле самого Юрия, якобы, как сказал директор Аркадий Кудряшов. Была сразу информация, что было отравление. Был врач Востриков, который начал проводить гемодиализ, промывание желудка, но был остановлен и отстранён. Мало того, даже лишён свободы. И сейчас мы даже не знаем, что с ним, с этим врачом. Врач Домодедовской больницы, главный врач Осипов сообщил, что Юрий Шатунов поступил в состояние клинической смерти, и группа врачей полтора часа проводила реанимационные действия. Хотя реанимационные действия, пишут сами медики, полтора часа не проводятся. И сообщил далее, что Юрий умер от сердечной недостаточности, от инфаркта, с которым он ходил сутки. А вот директор нам говорил, что ничего не предвещало. Поехали на дачу пить пиво и есть раков. Врач Осипов говорит, что алкоголь в крови не обнаружено. Вот опять у нас идут нестыковки. То есть пили пиво, но врач говорит, что алкоголь не обнаружено. Врач говорит, что он ходил с суточным инфарктом. А друг Картавцев, аранжировщик, композитор, друг Шатунова Картавцев, он говорит, что он разговаривал с Юрой в четыре часа вечера, и у него было отличное настроение, и он был полон планов. Значит, сутки с инфарктом Юрий не ходил. Тут либо Осипов врет, либо Картавцев что-то неправильно говорит. Нестыковки. Точно такие же, как у Бехтерева. Далее. И там, и там поспешная кремация. И там, и там молчание жены. Но здесь мы про Светлану вообще ничего не знаем. Она просто молчит. Я полагаю, что правильно делай. Вот здесь нужна выдержка колоссальная. Вот правильно делай. Вот сейчас именно надо молчать. И там, и там огромное количество вбросов в СМИ, которые противоречат одно другому. Как только Юрий умер, пошли вот эти вбросы. И на протяжении всех этих месяцев эти вбросы идут нескончаемо. Сейчас немножечко попритихло. Но как только волна интереса опять поднимается, возмущение поклонников Юрия поднимается, начинаются новые вбросы, чтобы успокоить, притихнуть эту волну. Заметили, как они лихо реагируют на это. Далее. На прощание с Бехтеревым пришли огромные толпы народа. Он был очень уважаемый врач, лечил людей, невзирая на табели о рангах и великих, и простых. На прощание с певцом пришли огромные массы народа, кто хотел проститься с любимым артистом, певцом и просто замечательным человеком. И там, и там огромные толпы народа. Теперь тема жены. Тема жены Шатунова Светлана и множество вопросов, как и к жене, к самой, как к жене, так и к Кудряшову. Там даже Разин со своими байками отошел в тень. И да, там, и там последние месяцы они жили вдали от семьи. И Бехтерев жил вдали от семьи. Жена у него жила на даче. На тот момент уже это была Финляндия. Дача у них оставалась на финском побережье. Границы еще не были жесткими, но тем не менее это уже было финляндское княжество. А здесь жена Юры живет также в другой стране, в Германии. То есть есть похожие моменты. И там, и там, и Бехтерева, и Шатунова окружали разные посторонние люди и посторонние женщины. У Бехтерева это Берта Яковлевна. И какие-то женщины или женщина крутилась в окружении Шатунова. Этих женщин или женщину скрывают от общественности. Вот она как бы ни Разин, ни Кудряшов, нигде ни про каких женщин не упоминает. Но присутствие женщины ощущается рядом с Шатуновым. Возможно, она, эта женщина, она была некой ловушкой, заманкой для того, чтобы он не уехал в Германию к семье после концерта, а поехал на эту дачу или куда там они его повезли. И была некая женщина. Вот в первых чатах сразу после смерти фанаты говорили о некой жене, которую звали Елена. То есть ее назвали Елена. Фигурирует некая Елена. Сейчас это все затерто и как бы вот попритихло. Но изначально первый-второй месяц фигурировала некая Елена. И отдельные, слишком близко допущенные, что называется, фанатки, они ей даже выражали соболезнование. Не Светлане, а некой Елене, которая находится в Москве. Находилась в Москве. Так что возможно, что рядом с Юрием Шатуновым крутилась некая женщина, которую некие фанаты даже воспринимали за жену. Но сейчас, еще раз говорю, эта информация вся стерта. Но нельзя упускать из виду, там был не только Кудряшов, и там были не только Разин или другие какие-то мужчины, другие какие-то друзья. Там была женщина. Шершеля Фам. И она играла тоже довольно важную роль. Пока мы не знаем, кто это. Что еще в сравнении Бехтерева-Шатунова? Вместо семьи рядом приставлен Кудряшов к Шатунову, которого чересчур много. В каждой бочке затычка, этот Кудряшов. Странный клавишник Гоши фигурирует. Слишком много Гоши, который, в принципе, должен быть просто клавишников взять и уехать. Нет, Гоша начал сразу радоваться жизни. Печалька у него прошла, и он сказал, что все у него хорошо. Что через две недели после смерти Шатунова, и что он будет петь Юрия на песне. Это помнят все. Потом он, конечно, попритиху, он не стал так говорить. Но поначалу он очень обрадовался, что он получит некий дешефт. Да, и какие-то у него песенки появляются, как фанаты говорят, что похоже на стиль Шатунова. Возможно, что он уже потихонечку прибирает. У него был доступ к аранжировкам и к новым песням. 200, напомню, 200 песен. Юра говорил про 200 песен, которые еще не слышал зрители. Поэтому они могут вполне оказаться в руках Гошеньки, которая будет выдавать их за свое. Ну где же столько взять вдохновения? Не Моцарт же. У Бехтерева женщина, которая стала женой после смерти его постоянной супруги, настоящей жены, Берта Яковлевна и некий Рихард, знакомый Берте, и еще какие-то люди, неизвестные детям Бехтерева. Но теперь перейдем к истории с академиком Бехтеревым. Академик Бехтерев прожил большую жизнь со своей женой Натальей Петровной. В семье родилось несколько детей, были дружны, жили в достатке, но без излишеств, без роскоши, скромно. Имели свой дом на каменном острове Петербурге, имели прислугу. Но в то же время занимались рукоделием, шили, вязали, краили, не лоботрясничали. И все дети, в принципе, работали. Многие дочери и дети занимались научной деятельностью и помогали отцу. Дачу Тихий берег, на берегу Финского залива, на территории Финляндии, после 1917 года. Напомню, что до революции Финляндия находилась в составе Российской империи, как и Польша, кстати. Там была прислуга на даче. Насчет дома в Петербурге, не знаю, была ли там прислуга. Но, скорее всего, они были обеспеченные люди. Итак, Бехтерев много работал, принимал больных. И перед революцией, я не знаю, когда точно, но у него был дорогой, престижный автомобиль. И, в принципе, у него связь с городом была именно благодаря вот этому автомобилю. То есть он мог жить на даче. Он и жил, он любил очень дачу в свой Тихий берег. Он жил с семьей и по делам выезжал в город. В год 1926-й жена оказалась на даче Тихий берег на территории Финляндии, как бы отрезанной по новым правилам советским. То есть произошла Октябрьская революция. Финляндия стала отдельным государством. Там много было дач, что элиты, например, художника Репина, фрейлины царицы и подруги Григория Распутина, Анны Вырубовой. На этой даче в Вырубовой оказалась интересная история связь с фильмом «Крах инженера Гарина». Конечно, это всё случайное совпадение. Экранизация романа Алексея Толстого. Вот тот самый гиперболоид инженера Гарина, лучевое оружие. И мы ведь не знаем, что за психотронное оружие изобрёл Бехтерев. Психотронное – это значит порождаемый посредством организованного управления психикой. Цитата. Живописное место манило и тружеников советского кино. Его сняли в фильме «Крах инженера Гарина» 1973 год. В качестве дачи на Каменном острове, где актёр Олег Борисов в роли инженера баловался с тепловым лучом. Бехтерев часто бывал в гостях у Репина. Это километров 30 от него. На своём автомобиле добирался быстро. Но Репин рисовал портрет Бехтерева. Туда же, к Репину, приезжали в гости Максим Горький, Стасов, известный историк, Пыжиков его упоминал. А дочь Стасова, она была личным секретарём Ленина. Шаляпин позировал там Репину. А к Бехтереву в гости любил приезжать дрессировщик Дуров. И они проводили вместе опыты по гипнозу животных. И удачно. То есть они там, вот эта элита друг с другом пересекалась. Они приезжали друг к другу в гости. Они общались. И вот что я подумала. Там же в Репина была дача Анны Вырубовой. Анна Вырубова Фрейлина, царица Александра Фёдоровна и подруга Распутина. Именно то, что Распутин часто бывал у Вырубовой здесь на даче известно по многим источникам. Не мог ли Бехтерев общаться напрямую с Распутиным? Дело в том, что Бехтерев давал оценку и ставил диагноз Распутину. Поэтому, возможно, они там каким-то образом вместе пересекались. Все они были в одном месте в одно время. Гиперболоид — это намёк на работы Бехтерева, а также на мою версию того, что Юрия могли облучать во время концертов. Хотя у инженера Гарина есть не менее интересный прототип. Также загадочно погибший инженер — это ещё до революции 1917 года. Погиб он в 1903 году. Погиб в масонские числа. Ну, сами смотрите, даю информацию по инженеру-изобретателю гиперболоида. Цитата. «Петербург, дома по улице Жуковского, 37, пятый этаж, дом вдовы Салтыкова-Щедрина, живёт учёный Михаил Михайлович Филиппов. Он изобрёл прибор, позволяющий производить взрывы на значительных расстояниях с помощью открытого же им когерентного излучения, то есть лазера. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июня 1903 года. Но опять ночь, седая ночь, 11 на 12 06, 116 — это 119 по старому стилю. Давайте запомним, это лето. 116, 911. Филиппов попросил не беспокоить его до утра. В эту же ночь взорвался дом, который был виден из-за его окон. Ну, интересно было бы установить этот дом, пока я не установила. Окно было раскрыто настиж, а сам учёный был мёртв. Диагноз врачи поставили, какое совпадение, сердечный приступ или отравление парами синильной кислоты. Опять, как в случае с Шатуновым и Бехтеревым, и отравление, и сердечный приступ, инфаркт. И третья версия, неизвестные причины смерти. Точно так же, как у Шатунова и у Бехтерева. Не выявленная сто процентов причина смерти. Все приборы, документы учёного были изъяты и бесследно исчезли. Тоже какое совпадение. Ещё одно изобретение Филиппова упоминал Горький в 1930 году, что тот Филиппов из Петербурга зажёг люстру в царском селе. Это знал Горький, он просто упомянул в одной из статей, в одной из писем, просто случайно упомянул. Значит, тогда не знали, что опыты такие проводились, что можно на расстоянии передавать электричество и зажигать приборы. Как вы полагаете, заслужил такой учёный преждевременной смерти, как Бехтерев, психотронным оружием? А Шатунов? Тут мелкие тролли хихикали у меня на канале, что, мол, кого я сравниваю, Шатунова и Бехтерева. Я не Шатунова и Бехтерева сравниваю, а один почерк в таинственной смерти, покрытый мраком, по сомнительным диагнозам, по быстрой кремации выдающихся людей и по масонским кодам. Если кто считает, что Юрий Шатунов кумир миллионов и многих поколений, это ерунда, ну попробуйте, повторите хотя бы один процент его влияния на людей. завоевать такое количество поклонников, которые до сих пор, вот прошло уже, скоро будет 4 месяца, до сих пор не могут смириться с этой утратой. Так за что же тогда был осужден ими масонами, Шатунов? Спрашивают многие. И многие уже ответили, как один из вариантов, не деньги. Это для мелких сушек, исполнителей, типа Разина и Кудряшова, может быть, важно. Нет, его приговорили на самых верхах мафии Кагала не за это, не за деньги, не за то, что он должен был выиграть суды, хотя это тоже, конечно, серьезная вещь, очень серьезная, но нет, там более важные вещи, более глубокие. Его приговорили за информацию, которой владел Шатунов и мог озвучить или был готов озвучить. Значит, эта информация должна была быть сродни психотронному оружию или гиперболоиду. Он мог выдать сеть сатанистов, которые до сих пор во власти. А там и продажи детей, и адренохром, там много чего. Так полагают многие зрители. Эту мысль они озвучивают. Очень многие высмеивают версию облучения Юрия Шатунова на концертах просто потому, что она им кажется невозможной или, как они мне пишут, чушь, бред. Ну, ну, почему, собственно, чушь, бред? Вон, когда Алексей Толстой описал оружие лазерную пушку или гиперболоид Гарина, а это начало XX века. И да, версию только тогда можно откинуть, когда она опровергнута фактами и доказано опровергнута. Версия облучения как части дьявольского плана по устранению Шатунова остается. И я доказала уже, привела конкретные факты, потому что на неугодных людей могут устанавливать излучающую что-то, какие-то волны, аппаратуру. У меня есть видео на канале. У блогера Юрия также есть видео, что была некая аппаратура на концерте в Зеленограде установлена незаконно и что даже был уволен инженер, которого заставили снимать эту аппаратуру и который потребовал объяснения. Его уволили. Это в Зеленограде. А в Зеленограде, кстати, Юрий тоже хватался за голову точно так же, как на своем последнем концерте в Подольске. И у меня тоже об этом есть видео. Итак, версия облучения остается, она не опровергнута, так как возможность и аппаратура для этого существует. Возможно, что высмеивальщики этой версии сами льют воду на мельницу заказчиков. А теперь по Бехтереву. Итак, жена Владимира Михайловича Бехтерева остается на даче Тихий берег на берегу Финского залива, затем неожиданно умирает. Но по распространенным статьям ее называют тяжело больной. Однако дети, внуки и правнуки категорически опровергают это. Наталья Петровна была абсолютно здорова, активно вела большое хозяйство, жила с детьми и внуками на даче Тихий берег и умирать не собиралась. А Бехтерев в это время несколько месяцев живет отдельно от жены в Петербурге. Жена умирает якобы от продолжительной болезни, которой не было, как пишет в книге правнучка Мария Бехтерева. жена устранена полностью в этом уравнении. Это совпадает с ситуацией Юры и его семьи. Его не пускают к семье. Он ее долго не видит в семью. Он должен улететь к семье, но его задерживают и заманивают на какую-то дачу. Что происходит далее? По закону жанра и совершенно предсказуемо для многих, кроме детей, вдовец, пожилой, выдающийся государственный деятель, обеспеченный человек, остается бесхозным, свободным мужчиной, а свято-места, как говорится, пусто не бывает. Владимир Михайлович через три месяца после смерти дорогой жены Натальи Петровны неожиданно женится, к большому удивлению, детей на своей помощнице Берти Яковлевны Арре Гуржи в фамилии предыдущего мужа Берты Яковлевны, тоже непростого человека, очень состоятельного, со своей большой квартирой в центре Петербурга. Она младше Бехтерева на 30 лет, а 10 лет она вдовствующая, то есть Гуржи у нее умер на руках. Вот тоже уже потом возникает вопрос, о своей ли смерти умер ее такой же старый престарелый муж, после которого она становится единственной наследницей, обеспеченной женщиной. Ну и следующая ее жертва это Владимир Михайлович Бехтерев. Прожив с Бертой Яковлевной год и пять месяцев, Владимир Михайлович внезапно умирает. Как это происходит? Он живет после смерти жены, продолжает жить с детьми в своем доме на Каменном острове. Берта приезжает к нему, то он к ней на квартиру, но дома он привык, у него там кабинет, документы, библиотека, научные труды. Так вот, его неожиданно вызывают в Москву, по официальной версии, на консультацию к Сталину. Он по приезде останавливается у знакомого врача благоволенно на квартире в одном из арбатских переулков. Проконсультировав Сталина, либо на этот раз не было никакой консультации, а я нашла подтверждение, информацию об этом в других фильмах, что не было никакой консультации Сталина, и Сталин никакого отношения к смерти Бехтерева не имеет, несмотря на то, что если вы пойдете в интернет и будете искать что-то по поводу смерти Бехтерева, вам непременно выйдет именно эта версия о том, что Сталин обиделся на Бехтерева за то, что тот его назвал сухоруким параноиком. Это абсолютная ложь и фейк, я сейчас могу сказать совершенно точно и определенно. Если вы скажете, что вам эта тема интересна, тогда я сделаю фильм, потому что это требует очень много времени. Итак, консультация у Сталина была, но была за полгода Бехтерев едет навстречу с научным сообществом, но его жена очень раздраженно торопит его, так как они собирались в театр, раздражение жены запомнили многие, написали потом в воспоминаниях, в театре, причем СМИ писалось о разных театрах, о большом театре, о малом театре, о разных постановках. Они перекусили в антракте, и Бехтереву стало плохо. Опять-таки разнятся то бутерброды, то консервы, он травился, жена говорила, что конфеты, но есть еще одна версия, о которой в другой раз. На этом различия заканчиваются, потому что с Шатуновым мы не знаем, отравился он или нет, у нас только есть информация, которая сейчас уже стерта, исчезла, в самом начале было, о том, что у него желудочное какое-то отравление, и что ему врач Востриков начал делать гемодиализ, но его прервали и отстранили Вострикова от спасения Шатунова. А теперь доказательства из книги правнучки Бехтерева Марии Бехтеревой. Уезжает живым и здоровым. Шатунов уезжает живым и здоровым, то есть он отрабатывает концерт, да, ему уже нехорошо, ему непонятно, что с ним происходит, он хватается за голову во время концерта, но тем не менее 22 июня он разговаривает с Картавцевым в 4 часа дня, он чувствует себя прекрасно, он весел, в отличном настроении, полон сил и планов. У Бехтерева из Москвы звонят детям, говорят, что умер их отец, и происходит срочная кремация, они в шоке, они не понимают, какая кремация. Что касается Шатунова, семьи вообще не слышно, но объявляет директор Кудряшов, что срочная кремация, якобы Юра сам так хотел, что некое устное завещание, хотя никаких доказательств у Кудряшова нет, это просто на его слова, резкая кремация, то есть только человек умер и сразу же кремация. У Бехтерева про завещание, про кремацию говорит жена, когда у него дети спрашивают, а где это завещание, потому что мы ничего не знаем, впервые слышим вообще про кремацию. Был разговор только о том, что мозг будет изъят для исследования, но о кремации никакой речи не шло, что отец Владимир Михайлович всегда мечтал быть похоронен рядом со своей женой Надеждой Петровной. Им говорят, детям Бехтерева, что так решила жена, а когда они стали спрашивать у жены, у Берты Яковлевны, она сказала, что было завещание, а где завещание, а я не знаю, где это завещание. Вот таким образом это было написано в книге Марии Бехтеревой. Далее, по поводу Шатунова, было скрыть или нет, нам сказал врач Осипов, но врач Осипов в домодедовской больнице, у него очень мутная репутация, чтобы он там о себе не говорил, чтобы он там о себе не рассказывал. Его шесть лет не могут снять с этой должности жители домодедово, которых много нареканий к нему, у него такая крыша, что ему позавидует сам король. В этой больнице странным образом умерла Клава Белова, она боролась с мафией домодедовской, она боролась с чиновниками, еще когда был ковид-обесе, и плюс она еще боролась за земли, сельхозугодий, которые хотели застроить, возможно, за это ее убрали. Именно в домодедовской больнице умер ее отец, она там встретила врача-сатаниста, это все есть на ее канале. И вот здесь этот товарищ Осипов, которому самому очень много вопросов, стоит ли ему верить, он говорит, что было вскрытие. Что касается Бехтерева, все это происходит на квартире, академик-врач на квартире его друга Благоволина, тоже врача, в одном из арбатских переулков, вскрытие не делается. Когда дети приехали, там были дочери Бехтерева, они подошли к Абрикусову, по талагонатому Абрикусову, который там находился в квартире, и спросили о вскрытии. А он говорит, что вскрытия не будет, в этом нет никакой необходимости. Они стали требовать химической экспертизы. Им категорически сказали, что не будет никакой экспертизы. И вообще лучше эти вопросы не задавать, иначе вам тоже будет хуже. То есть им намекнули, им, в принципе, сказали, чтобы они не лезли в эту тему. И вот было только вскрытие мозга у Бехтерева прямо на квартире, в квартире на столе. Врачей не было, только там оказались два врача какие-то скорой помощи. Вот у Шатунова тоже какая-то скорая помощь, и там тоже масса вопросов к скорой помощи. Еще были какие-то врачи у Шатунова, которые приезжали на концерте в Зеленограде. Потом это все отрицалось, информация стиралась, но тем не менее сохранились скрины, переписки свидетелей о том, что в Зеленограде на концерте у Шатунова стоял Орд, Юра ругался с Кудряшовым, и на концерте также в Зеленограде ему было плохо, он также хватался за голову, то есть что-то там происходило, и присутствовали какие-то врачи, потом Кудряшов это все отрицал. Бехтерева не везут в больнице Москвы, все происходит в квартире. Прамочка потом пишет, они ждали, чтобы он номер, они не оказывали ему помощи, это врачи-убийцы, не допускали своего лечащего врача, а приезжают какие-то незнакомые люди, какой-то Рихард, знакомый Берте. Опять-таки по поводу этого Рихарда у меня появилась тоже информация, но в этом фильме я просто не могу это все говорить, это слишком много, слишком утяжеляет фильм. Если вам интересно, скажите, я продолжу эту тему. Итак, на квартире у Бехтерева там собирается 11 человек вокруг него, посчитали незнакомых, в том числе людей, это академик, напомню, академик, огромного масштаба, академик, которого знает весь мир. Ему не оказывают помощи, Шатунову не оказывают помощи. Они точно так же складываются впечатления на видеокамеры, особенно то видео, которое облетело весь мир по поводу Шатунова, его последние минуты, часы о том, что ему не оказывается помощи. Его с этой дачи Ростунова или где он там был, его привозят в какой-то медпункт, травмпункт, хотя это рядом все, это ночь, свободные дороги, его до Домодедовской той же самой больницы можно было довести, или до любой другой больницы очень быстро по Москве. Дороги были свободны, никакой помощи ему, Кадрешов, не оказывают. Такое у всех складывается впечатление, что они затягивают. Ему плохо видно, что он лежит на животе, у него не инфаркт, его тащат человека-водители, его тащат на себе, но это не инфаркт. Он лежит на животе в машине в беспомощном состоянии, ноги ему задвинулись, закрыли дверь. Одежда, на которой могло бы что-то быть, какие-то следы, все исчезло, где это все. Никакой химической экспертизы не проводилось. Вы видите, что какой затишье просто по поводу этой смерти. Никакие звезды никуда не приходят, никто ничего не говорит. Следственный комитет вообще отмалчивается, несмотря на то, что люди написали массу, массу заявлений в следственный комитет. Тишина. По поводу Бехтерева. СМИ разносят разную информацию. У Шатунова, когда он умирает, и сейчас тоже абсолютно разные информации для того, чтобы ввести в сторону, для того, чтобы размыть понимание, что происходит. В основном это пишут такое ощущение, что это разен заказывает эти СМИ, эти видео, этих блогеров, которые говорят одно и то же, одно и то же, ничего конкретного, и в то же время разную. То есть подбрасывают все время разную ложную информацию. То же самое было с Бехтеревым. СМИ стали писать как по заказу разную информацию, разные газеты, об этом тоже пишет Мучка. Бехтерева в своей книге она приводит вырезки из этих газет. Еще раз повторюсь, то там консервы, то там конфеты, то там еще что-то, даже омлет. Вот у меня еще встретилась версия омлетом отравился. У Шатунова то же самое. Далее у Бехтерева время смерти, они ставят время смерти, 23,45. 23,45 это 11 и 45, 4 плюс 5 это 9. 1,1,9. 9,1,1. Запретили промывание желудка и ставить клизму, чтобы избавить от отравления. Диагноз дальше паралич сердца. Точно такой же диагноз у Шатунова. Паралич сердца на фоне желудочного отравления. Следующее, что общее у них? Молчание. Все. Это смерть просто молчание. И дальше биография Бехтерева тоже под молчанием. Везде все игнорируют. Игнорируют его работы, игнорируют его труды, игнорируется все. Его стараются запихнуть под сукно. Следующий пункт. Кому выгодно? Дети Бехтерева ломают голову, они не понимают, кому выгодно. Им намекают, что лучше не копайте, а то и вам будет плохо. Они думали, что это Сталин, но на тот момент Сталину не было полноценной власти, да у него никогда не было стопроцентной полноценной власти. На него спихивают это все, на него спихивают свои преступления. Тогда было у власти Троцкий. А Троцкий это мировой Кагао, это мировой сионизм. Еще раз говорю, что Троцкого только в 29-м году удалось выдворить из Советского Союза. Бехтерева убили в 27-м. Далее дихи думают, что кто-то из конкурентов Бехтерева мог его убрать, используя жену Верту. Может быть, Симашка. Симашка очень завидовал академику. Павлов завидовал академику. У них были споры по поводу гипноза и по поводу… Все знают, что Павлов продвигал инстинкты. Собака Павлова, вы знаете, что человек умный инстинктах, а Бехтерев он продвигал сочетательный рефлекс и внушение сознания. То есть, если они гипнотизировали животных и передавали свои мысли, образы животным, соответственно, это говорит о том, что у животных был приемник сознания. Павлов же все сводит на уровень низшей животной природы, стимул, реакция. И это потом все вошло в психологию. Поэтому Бехтерева убрали в том числе. То есть, он и в этом смысле мешал. Дети Бехтерева так и не вышли на мотив убийства. По поводу Шатунова тоже масса всяких версий. Блогеры в том числе перечисляют. Но в основном скатывается это на то, что Юра выиграл, не выиграл суды. Но я доказала, что суды показали на сайте Ставропольского суда, что суды Юра не выиграл. Он только шел к этому выигрышу, но он их не выиграл. То есть, его убили за месяц. Через месяц у него должен был быть суд, на котором он, вероятнее всего, действительно бы стал победителем. То есть, до суда, до выигрыша не дошло. Значит, все осталось, все права оставались у Разина. Все авторские отчисления он как получал, это огромные деньги, он так получал, так и получает. И мотив убийства скатывали, что именно вот к этому, к деньгам. Мог ли быть мотив убийства у директора? На директора тоже очень многие кивают. Но если он завладел, если это действительно он, который завладел канал Юра Шатунова, если это действительно он, а не его какой-то однофамилец, который через три дня после смерти пошел оформлять ИП по той же самой специальности проведения концертов и использования музыкальных фильмов, клипов, песен, если это он, то тогда, да, у него тоже есть выгода получить наследство Шатунова, которое он создал ценой своей жизни, и монетизировать это все. Еще претензии поклонники Юрия Шатунова предъявляют Кудряшову, директору, потому что, как они говорят, он завладел его телеграм-каналом, где были телеграм-каналом в других соцсетях, ВКонтакте, по-моему, где Юра очень много общался со своими поклонниками, и что Кудряшов, если это он, то он удалил, админ, он удалил все записи Юрия, вот на каком основании, какое он имеет право вообще трогать это все. После смерти он закончил свою работу, он должен был, это все прекращается деятельность, он действует абсолютно незаконно, действует как бандит, как захватчик, который захватил ресурсы, чужие ресурсы человека. Все должно было быть заморожено, оставлено. Если Кудряшов собирался дальше продолжать какую-то концертную деятельность, допустим, он оформляет это ИП, ему надо тогда делать свой собственный сайт под своим именем, делать свой собственный телеграм-канал или другие каналы, приглашать, может быть, приглашать публику Юрия Шатунова к себе, вот так бы, вот так вот по логике вещей должно быть, но какой он имеет право трогать чужой канал, а тем более удалять там что-то, но он это сделал, он удалил все, мне писали люди возмущенные и присылали эти скрины, и я на эту тему делала уже фильм и говорила об этом, то есть это идет захват пиратства, и естественно это как бы к этой версии логически все подходит, кому выгодно, то есть версия всегда ставится вопрос, а кому выгодно, ну вот называют люди, людей, кому выгодно, то есть сами поклонники, миллионы поклонников они озвучили эти версии, но я полагаю, что здесь еще дальше, еще глубже, потому что вот эта быстрая кремация, да, понятно, что это криминал, быстрая кремация, криминал, чтобы никто ничего не нашел, это классика жанра, чтобы убрать и закопать, еще залить бетоном, чтобы никто никогда не смог ничего доказать, то есть доказать какого-то воздействия химического или еще какого-то воздействия на организм, уничтожить все следы, все улики, Да, кстати, неизвестно, кто пользуется квартирой. Если опять-таки тот же самый Кудряшов, который там жил, соседи говорили, что там был только Аркадий. Юру они не видели, женщина, вот по НТВ было, женщина говорила, что Юру они не видели, а вот Аркадий они там видели. Вот кто пользуется этой квартирой? Она должна быть, в принципе, опечатана. Там никого не должно было быть. Там должно было всё остаться, как есть. Если Кудряшов продолжает пользоваться этой квартирой, на каком основании? Только через полгода должны объявиться наследники, должны вступить в права наследства. И только потом решается этот вопрос со всей недвижимостью, движимым, недвижимым имуществом, интеллектуальной собственностью, авторскими правами. Все суды должны были быть прекращены. Всё это после, только когда вступает наследство. Наследство – это жена и семья. Жена в основном, потому что дети несовершеннолетние. Значит, вступает в наследство жена. Почему там везде Кудряшов? На каком основании он везде Кудряшов? Почему этот Гоша везде? Кому выгодно? Явно, что им выгодно, и они от этого имеют гешефт. Обвинять их мы не имеем права, потому что следствие не ведётся. Потому что только следствие может сказать это обвинение. Но подозревать? Да, их, естественно, подозревают. Потому что они сделали всё для того, чтобы их подозревали. Потому что их поведение об этом говорит. Потому что по плодам судят. По плодам судите, по действиям людей не то, что они говорят или не говорят, а по их действиям. А действия красноречиво говорят. Поэтому, естественно, у людей вызывает это всё подозрение. Обоснованные подозрения. Итак, дети Бехтерева так и не смогли стопроцентно сказать мотив убийства. Они просто его предположили, несколько версий. Однако я выскажу и свою версию, которую никто не высказывал. Если Бехтерев изобрёл психотромное оружие, которым можно влиять на массы, именно эти изыскания он проводил, и это было его целью. Как влиять на людей на расстояние. Если он его изобрёл, а он очень много изобретений сделал, делал множество приборов по работе с мозгом. И если некто выкрал этот прибор и убежал в Германию, то продолжаем логическую цепочку. Прибор попадает к нацистам, Гитлеру. Гитлер – ставленник Ротшильдов. Ягода – троцкист. Троцкий – родственник Ротшильдов по жене. Бехтерев погибает в 1927 году. А в 1933 году партия Гитлера, любителей пива, приходит к власти. В 1935 году – факельные шествия. Всё, массовое помешательство. Я предполагаю, что было применено оружие психотронное на немцев. Поэтому они пошли умирать на чужую территорию, погибать не пойми за что. За чьи-то какие-то интересы. Вот точно так же происходят войны. Точно так же скакали на Майдане. Это тоже массовое помешательство. В 1991 году точно так же люди пришли громить свою страну. Это тоже воздействие психотронного оружия на массы людей. Правда, всё равно приняли референдум, провели, и все проголосовали за сохранение. Более 70% проголосовало за сохранение Советского Союза. То есть здесь у них психотронное оружие до конца не смогло. Глубинную черту русского духа не смогло взять, загипнотизировать. Но тем не менее они всё равно посмели сказать, что это не так, и совершили преступление. Преступление вселенского масштаба. Вот эти три человека. Ну и Горбачёв в том числе. Поэтому возможно, что Гитлер использовал прибор Бехтерева. По Бехтереву Симашка ликует. Я зачитаю цитату. В «Вечерней Москве» 27.12.1927 года такая статья. «Памяти заслуженного деятеля науки», в конце которой он пишет. «Учёный, общественный деятельный, организатор, всю жизнь организовывавший одно учреждение за другим. Вот чем был Бехтерев. Последней идеей Бехтерева было создание пантеона великих людей. По злой иронии судьбы первым мозгом, который войдёт в этот пантеон, будет мозг Бехтерева. И войдёт красиво, так, как подобает учёному и гражданину. По желанию покойного мозг его будет сохранён вместе с урной и пеплом из крематория. Красивый конец большой плодотворной жизни». Ну, дети Бехтерева считают, что это троллинг такой, что это восторг Симашка. То есть он рад, он торжествует о том, что Бехтерев умер, и что его сожгут, а мозг его выставит, и его урну, кстати, на всеобщее обозрение. И так и было. Они как будто бы издевались. И дети считают, вот Мария Бехтерева считает, что это какая-то месть, но они не могут понять, что за месть, кому месть. И вот тут, когда я готовилась к этому материалу, тут ещё много-много всего. Мне встретился ещё один сенсационный материал. И это получается ещё одна пятая версия убийства академика Бехтерева, которая опять-таки пересекается с гибелью Юрия Шатунова. Ну, давайте тогда об этом поговорим в другой раз. Опять-таки, если вам эта тема будет интересна. Потому что там закручивается одно за другое, цепляет одно за другое. Нельзя считать, что всё так примитивно и однобоко. Здесь слишком много нюансов, на которые нет ответа. Вернее, ответы-то на них есть, но их не дают. Всё засекречено. Кстати, смерть Бехтерева и расследования, связанные с ним, до сих пор засекречены. Очень многие люди, которые были причастны к его смерти, имели отношение, которые именно отношение имели к убийству, насколько я понимаю, к отравлению Бехтерева, они потом были убраны. Сама Берта была убрана, Берта Яковлевна в 1937 году была расстреляна. И, как выяснила правнучка Бехтерева, было два дела. Было два дела. Им удалось найти одно, но было ещё одно дело, о котором знали родственники, которые жили раньше. А им дали в 90-е годы только одно дело, которое идёт после смерти Бехтерева. Её расстреливают как шпионку, как латышскую шпионку. А всё, что связано с Егодой, всё засекречено. Вот с этим периодом брака с Бехтеревым всё засекречено до сих пор. Но, по всей видимости, всё, что связано с Шатуновым, тоже так же будет засекречено, хотя все прекрасно понимают, кто к этому имеет прямое участие. По крайней мере, всё топорно, настолько топорно сделано. Точно так же, как и с Бехтеревым, тоже всё было сделано топорно. То есть это не были, что называется, сталинские соколы. Это не ФСБшники делали. Это другая, третья сила, которая присутствует и в царском правительстве, и в советский период, и сейчас. Это по всему миру, это третья сила, которая по всему миру, к сожалению. Сейчас в фильме не могу всего этого говорить и всего этого называть. Благодарю за внимание, благодарю за то, что посмотрели до конца. В этом фильме было очень много информации. Я знаю, для многих людей это вообще, как вот они говорят, шоковое такое состояние. Ну, что поделать? Такова Селеви, что называется. Благодарю за внимание, благодарю всех, кто поддерживает мой канал. С вами была Галина Конышева. Не падайте никогда духом, никогда не сдавайтесь. Правда торжествует, сила в правде. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok